В Крыму оценили нанесенный Украиной ущерб в сотне миллиардов долларов. В Крыму оценили нанесенный Украиной ущерб в сотне миллиардов долларов. 17.59.18 февраля 2020 года РИА Новости. Владислав Сергеенко. Граница России и Украина. РИА Новости. Владислав Сергеенко. Симферополь. 18 февр. РИА Новости. Материальный ущерб экономики Крыма от нахождения в составе Украины и отводной, продовольственной и энергетической блокад исчисляется сотнями миллиардов долларов, заявил председатель Крымского парламента Владимир Константинов. В марте 2019 года спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил посчитать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины, чтобы потребовать от Киева их возмещения. Поручение было дано профильным комитетом Госдумы и Госсовету Крыма. 13 февраля, 21.15. В Госдуме оценили заявление Зеленского о городе саде для крымчан. Нам нужно посчитать, сколько мы должны получить компенсации за саму попытку нас уничтожить как народ, это было целью государственного переворота, в 2014 году на Украине, и насколько я понимаю, этой целью остается. Цена наших претензий очень велика, она исчисляется сотнями миллиардов долларов, сказал Константинов в ходе заседания рабочей группы парламента Крыма по оценке ущерба за время нахождения полуострова в составе Украины. Он выразил уверенность, что претензии будут предъявлены руководству Украины современному или последующему, но работа комиссии будет доведена до конца. Точную цифру претензий предстоит посчитать, добавил спикер. 12 февраля, 21.43. Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым-Дамбу с Берлинской стеной. Константинов отметил, что по счету ущерба коснется нескольких основных периодов. Это нахождение Крыма в составе Украины после развала СССР, слабое финансирование полуострова и падение уровня экономического развития Крыма, а также современный период Крыма в составе России с 2014 года. Он особенно выделил ущерб от действий властей Украины и экстремистов по созданию водной, продовольственной блокад и полное обесточивание полуострова, а также понесенный юридическими и физическими лицами и ущерб после ухода из Крыма украинских банков. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма закрыт окончательно. 12 февраля 19-21 президент Украины назвал условия для возвращения Крыма.